Наш чейх, да, хранит его Аллах, он рассказывал про себя. Он сказал, что от искушений, вот этих, от смут, Аллах, Субхану Атаре, защитил его только через общение с большими ученами, через нахождение с улема, с их знанием. Потому что кто-то предлагает, заблудших же много, кто-то предлагает вступить в свою партию, кто-то предлагает пойти за ним, участвовать в каких-то там операциях, кто-то предлагает куда-то уехать, кто-то предлагает принять присягу, кто-то что-то предлагает. Кто-то предлагает, пойдем с нами теперь на три дня, потом на семь, потом на сорок, потом пойдем пешком в Хач или пойдем пешком в Индию. Хорошо? И чейх рассказывал, что некий человек вот так предложил ему дать присягу, вступить вот в такое общество, тайное джамат какое-то. Чейх сказал, ну пойдем к чейху Ларбани. Пойдем к чейху Ларбани. Тот сказал, зачем к чейху Ларбани пойдем? Вот я тебе говорю, видишь, меня вдалили, доводы сильные, зачем надо к чейху Ларбани? Возьми мои слова. Если хочешь, возьми мои слова, отнеси их к чейху Ларбани, расскажи там, посмотри, что он скажет, но зачем мне идти к чейху Ларбани? Чейх пошел к чейху Альбани, рассказал, что говорит этот человек, чейх Альбани сказал, все это противоречит шариату, все это ерунда, все это ничто вообще. Чейх пошел второй раз к тому человеку, сказал ему, ну если ты все это входишь за мной, предлагаешь мне, пойдем к чейху Альбани, пошел. Но тот хотел опять его отправить, зачем я пойду, иди вот сам. Чейх стал настаивать, что нужно пойти к чейху Альбани и прояснится истина, пойди. Тот стал уворачиваться, сказал, вот зачем там и так далее, вот доводы, вот ты слышишь от меня. Чейх сказал, ну попомни, ты просто боишься, просто ты боишься, у тебя нет доводов, у тебя нет сил противостоять. Тот сказал, я боюсь, я не боюсь, у меня много доводов, масса доводов, причем не просто это доводы, они еще увенчаны сном, сновидением с пророком. То есть видел еще солнце, где видел пророка, а то есть не просто доводы, еще увенчаны вот так вот сновидением от пророка, саллаху Алию ассаляму. Чейх говорит, я стал побуждать его, пойдем, пойдем, так идем. Еще я сказал, тем более, если у тебя есть такие доводы, если ты так уверен в себе, столько знания у тебя, еще ты говоришь, что увенчано сновидением, пойдем, пойдем к шейху, к шейху Альбани, изложишь все к шейху, ну и наконец-то зажегся. Хорошо, зажегся, возник у него этот пыл, происходило это где-то в 1401 году, Хиджры. Сколько лет назад? Сейчас какой год Фиджры? 42-й, 41 год назад, да? 1401 год. Ничего, математика тоже делала тренировки. 40 лет назад уже, да? И вот после Асра, уже ближе к магрибу, ближе к вечернему намазу, говорит, сели у шейха Альбани, присутствовали ученики шейха Альбани крупные, все, которые сейчас живы, хранит их Аллах, группы, с двух сторон были, с этой стороны, с той стороны. Шейх сказал, наш шейх сказал тому человеку, что не переживай, я нейтральная сторона, я вот просто буду сидеть, все записывать на магнитофон. И вот если ты со своими доводами всеми докажешь, что шейх Альбани не прав, вот я отвечаю за то, что эта кассета будет распространена среди умы, люди узнают истину. И шейх говорит, когда сел этот человек возле шейха Альбани, тогда он понял, что он есть такой, что он такое и что под ним, понял, что под ним, хорошо? Шейх его выжил как лимон, шейх его разнес в пух и прах, все его заблуждения, все его мнимые доводы. Хотя этот человек был Амир Джамата вот этого своего, призвал он нашего шейха, как мы сказали, присягнуть там ему, да? Человек в возрасте, человек, у которого были последователи, сидели вокруг него молодежь, ученики, сидели, затаив дыхание, молча, так, как будто на головах у них птицы. Вот такое было, почти не такое влияние было этого человека, такая сила убеждения. Но здесь, перед шейхом Альбани, он не мог шелохнуться, он не мог пикнуть. И, ахамду лилля, шейх говорит, эта кассета получила распространение. И для людей стало явным вот это заблуждение. Поэтому, что тебя защитит от этих смут, это обращение к уляма, к словам уляма во всех вопросах. Мы только вчера сговорили с братьями. Вот, там некоторые говорят про там эпидемию то-то, кто-то говорит так-то, кто-то говорит вот это, надо себя вести так или так. Чего тебе умничать? Посмотри, что говорят Ахлюлельм. Что говорят уляма? Обращение, разъяснение со стороны уляма, масса, ясно, четко, все понятно. Тебя Аллах Субхану Тааля о чем спросит? Завтра? О том, что ты там читал у блогеров? Что там сказал какой-то блогер, что сказал какой-то журналист или какой-то парламентер, парламентарий? Нет. Спросите людей, знания, если вы не знаете. Спрашиваю уляма. Я уже не говорю вопросы такие глобальные, связанные с джигадом и прочими государствами, революциями и прочим. Обращайся к уляма, ты всегда сможешь узнать истину посредством больших ученых, а не критерий. Посмотрите, когда начинает говорить Шейх Фулзан, кто-то из Кибар-Уляма, какое спокойствие приходит в сердце, да? Потому что ты видишь, это гора, это мощная гора, это вот эта стабильность, это баракат Аллах Субхану Тааля, пусть Аллах хранит их. Шейх рассказал, что тот человек, который так был опозорен, был весьма искусный оратор, да, весьма искусный оратор, и молодежь перед ним просто млела и затихала, и приводил какие-то доводы. А когда пришел к ученому, то что произошло, говорит Шейх, вот если описать им эту ситуацию, это как будто была вроде бы гора, и вдруг на твоих глазах эта гора рассыпалась впрах. И пыль, и ничего. А ученый, Шейхар-Альбани, вот эта настоящая гора, да, один раз подул, вот так, и все, и рассыпалась. Гора та мнимая рассыпалась. Поэтому завещают Уляма не принимать всякие шубугаты, всякие домыслы, иначе будет то, о чем сказано в хадисе.